Друзья, всем привет! С вами канал Футбол Жулэ и я его ведущий Жарден. Сегодня мы приехали в Актюбе, чтобы показать вам центральную игру полуфинала Кубка Казахстана. Первый матч между Актюбе и Елемаем. Без сомнений, нас ждет с вами очень интересная игра с обилием опасных моментов. Болельщики уже собираются, атмосфера в Актюбе, как всегда, прекрасная. Ну а мы сегодня снимаем влог с этого очень крутого матча. Друзья, ставьте лайки, заваривайте чай. Мы начинаем! Музыка Буквально 20 минут до начала игры Болельщики потихоньку собираются Стадион полон Сегодня ожидается аншлаг Билеты на данную игру были выкуплены за час после релиза Сумасшествие Здесь очень сильно любят футбол Посмотрите на фанатов футбольного клуба Ак-Тубе Это 13-й сектор, который будет поддерживать Как и весь стадион Сегодня красно-белых Ну а мы ждем сегодня красивую игру Болеем за красивый футбол И снимаем для вас интересный влог для канала Футбол Жилой Ставьте лайки, подписывайтесь Ну а мы начинаем Чего ожидаешь из сегодняшней игры? Думаю, победа 3-1 Нужно доказать Яшин, Шамко, Шине Что они ошиблись в голову Надо его оставаться Кстати, многие как раз таки упоминают этот момент Что в составе Елемае есть сразу 4 игрока Ак-Тубе Это Лобасов, Шина Ну и любимщик нашей публике Шамко и Перцев Снорокин есть Еще Снорокин, да? Даже 5 экс-игроков футбольного клуба Ак-Тубе Ну и главный тренер Елемае Также Андрей Карпович Игро-тренер, который тренировал нашу команду в том сезоне Игра в принципе очень принципиальная Какой счет ожидаешь? Ну думаю, уверенная победа будет 3-1 примерно, 4-1 Как думаешь, что забьет? Я думаю, Самородов, Умаев Потом Думаю, ползащиты можно что-то ожидать Как тебе в целом игра Ак-Тубе в этом сезоне? Ну пока что тэп набираем Но еще не чемпионская игра Ну и, наверное, первый вопрос, который охота задать Болельщику футбольного клуба Ак-Тубе Как удалось попасть на игру, учитывая то, что билетов в целом почти не было И они были выкуплены за час Болельщик футбольного клуба Ак-Туба Ак-Туба Сиджи Сон, сон! Сон, сон! Сейчас постараюсь объяснить, что происходило на поле за последние 20 минут игры. Ак-Тубе создавал немало опасных моментов, бил по воротам, но немного где-то не хватало реализации. И тут происходит ошибка защитника футбольного клуба Елемай. Мяч уходит на угловой, Самородов подает угловой, Елемай отбивается. И на втором фланге атаки Самородов также делает навес. И Дорни Ромеро с четвертой попытки попадает головой точно в верхний угол ворот и счет 1-0. Ак-Тубе выходит вперед в принципиальнейшем матче на центральном. Болельщики ликуют. 1-0 красно-белый впереди. Скорый матч дальше и наслаждаемся этой атмосферой. Здесь, поверьте, очень сильно любят футбол. Валерщики Ак-Тубе ликуют. Счет уже 2-0. Даже половину первого тайма не прошло. Максим Самородов точным ударом в дальний нижний угол ворот Елемая. Удвоевый счет сегодня мы смотрим супер атакующий футбол. И от этого выиграют все зрители и коллегшие люди, которые сегодня смотрят наш с вами влог. Ну а мы продолжаем делать репортаж, ребят. Сегодня будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, второй тайм начался. В принципе, первый подарил нам бурю эмоций. И давайте я расскажу вам интересный факт о данной игре. В составе футбольного клуба Елемай есть сразу 5 игроков, которые представляли футбольный клуб Ак-Тубе в разные периоды. Это Дмитрий Шамко, Шина, Яшин, Лобанцев и Сорокин. В принципе, нас ожидает битва плюс-минус Ак-Тубе. Нынешнего против Ак-Тубе того сезона. Но матч нас радует, ребят. Какие могут быть комментарии? Тинтек, давай, скажи, как тебе первый тайм в целом в Ак-Тубе? Первый тайм прям конфеткой, если честно. Гол Максы как тебе, брат? Ну, конечно, шикарно. Второй матч подряд и гол. Сейчас гол плюс пас. Что повлияло, по-твоему, на Максима? Он начал забивать, начал давать, начал обострять и начал создавать реально опасные моменты. Ну, думаю, там здесь у нас стадион есть, скауты. Поэтому он должен доказать, уехать должен в Ак-Тубе. И все. А так, Максов заслуживает. Он должен уехать в Европу и все, там должен играть. В Казахстане, я думаю, только в Ак-Тубе. Он уже в Ак-Тубе показал, да? Да. В Казахстане только в Ак-Тубе должен играть. Все. Все, хорошо. Но в нашем с ним разговоре он также сказал, что будет играть только за красно-белок. Спасибо тебе. Удачи. Ну, а мы смотрим матч дальше. Ак-Тубе. Только что был момент, в ходе которого защитник Елемая сбивает с ног нападающего футбольного клуба Ак-Тубе Дорни Ромеро. Болельщики сразу же восприняли это столкновение очень громко. Весь стадион кричал пенальти. Судья побежал смотреть ВАР после просмотра системы видеоповторов. Он находился около данной будки. Около минут трех-четырех. Конечный вердит в пенальти отменяется. Свободный удар в исполнении голкипера Елемая Лобанцева. Но тут момент, честно, 50 на 50. Пишите в комментариях по вашему мнению, что было в данном эпизоде. Мое мнение, лично как болельщика, тут был одиннадцатиметровый удар. Друзья, финальный звездок прозвучал Ак-Тубе 2-0 Елемая. Мы с вами увидели довольно интересный матч с обилием опасных моментов. Но и отдельное внимание стоит уделить атмосфере, которая, как всегда, прекрасна на центральном стадионе имени Кулбанды Батыра. Сегодня первый матч полуфинала Кубка Казахстана завершился в пользу Ак-Тубе. Но это еще не все. Будет второй матч и все определится в семье. Определится первый финалист Кубка Казахстана. Кстати, интересный факт. Финал Кубка будет происходить также здесь. Так что, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам в целом данный влог. Ну а мы сейчас бегом идем общаться на эмоциях с игроками футбольного клуба Ак-Тубе. Также сходим на пресс-конференцию, где узнаем мнения и комментарии главных тренеров обеих команд. Всем спасибо за внимание. Смотрите влог «Все самое интересное» на канале Футбол Жилы. «Все самое интересное» на канале Футбол Жилы. «Все самое интересное» на канале Футбол Жилы.